МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Франция накануне президентских выборов. За кого готовы проголосовать французы? Арест отменяется, порука применяется. Соломинский суд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко под личное обязательство 18 депутатов от Народного фронта и одного министра, назначенного по квоте этой политсилы. Судебное заседание, в отличие от вчерашнего, прошло сравнительно быстро. За процессом наблюдала Елена Митясова все детали в ее материале. Второй день судебной эпопеи томительным не стал. Небольшая процессуальная прелюдия. Прокуроры зачитали суду обоснование своего подозрения. Девать ущерб, который нанес Мартыненко госказни, составил 18 миллионов долларов. Эти средства, якобы, были выведены из бюджета государственного горнообогатительного предприятия в пользу австрийской компании. Та обязалась поставить в Украину уран, хотя подобной деятельностью не занималась. Были задані колишні та теперішні міністри военно-проэнергетики военно-проэнергетики, военно-проэнергетики, продав демчишин на салишку, які подтвердили, що жодних дозволів на проведення такої закупівли вони не давали, не підтримують її, вважають, такою, що проведена вгліпо за межами компетенції підприємства. До що, Герману, я відношення не маю. Східний гірничий збагачувальний комбінат видобуває до 800 тонн урану на рік. Україна споживає в рік до 3 тисяч тонн урану, ну дещо менше. Як він закуповується у Росії, шановні колеги? Вислушав две сторони, суд удалився в совещательну комнату для прийнятия решения. Взять Мартыненко под стражу сроком на два місяці с альтернативою внестиния залога в 300 млн грн. Или отпустить на поруки министров-нардепов. Последні перерывом воспользовались. По полочкам разложили журналистам суть дела. Ми вважаємо, що національне антокрупаційне бюро станом на сьогодні перетворилося в приватну контору. Всі вони разом діють, на жаль, для лоббіювання політичних інтересів в майбутній політичній силі, яку вони бачать далі у владі. Це єдиний тиск, про який може йтися. У суді Бобровника за последні 4 місяці не було ні одного решення, яке прийняло в пользу сторони защити. Всі в стороні НАБУ. Уважаємо, НАБУ. Ми, знаходячи тут, хочемо, щоб суд довів. Якщо Мартин Ковинин, ми його перші засудимо. Якщо ні, перед ним вибачиться. Іздаліка за судебним процесом следить у руководителю спеціалізованій антикоррупційній прокуратури Назар Холодницкий. Він все це час караулит у здані суда. Якщо я зайду, навіть будь-який мій захід підняти по цих сходах може підтрактуватися як вплив на сторінну процесу, на суд. На взагалі в Україні корупція політично мотивована. І що б ми не зробили, завжди будуть кричати, що політичні замовлені. Такі наші реалії. Але ми повинні розуміти, що ми не популісти, ми не політики, ми є юристи, ми є прокурори і детективи. Ми повинні робити свою роботу в рамках КПК. І от долгожданний вердікт. Суд відпускає Ніколай Мартыненко на поруки нардепов і міністрів. При цьому запретив общаться йому з замом глави НАК «Нафтагаз» Сергеем Переломов, вторим подозреваемим, і рядом руководителів державних іностранних компаній, які фігурирують в діле. Ми в суді переломали тенденцію абсолютно нецивілізованно, абсолютно неправова, абсолютно політизованно. Тому коли клеюють, вибачте, кримінальну справу, зразу людину пакують в СІЗО і доповідають про перемову. Я готовий йти в суд по всім фактам, які назвали прокурори, і доводити свою невинність в цих всіх питаннях. Вважаю, що я до цієї кримінальної справи відношення не маю. Це компроміс, щоб якась не була, але була міра запобіжного заходу. Його штучно, його прізвище прив'язують до цих злочинів, штучно і з надуманних підстав інкримінують ті кримінальні норми. Прокурори сразу же заявили об апелляції. Це викладати в апелляційній скарзі. Це все, що в мене є. Але пораження прокурорам на этом не закончили. Суд отпустил на поруки і второго фігуранта, замістителя глави НАК «Нафтагаз» Сергія Перелому. Для нього прокуратура також просила взятия под стражу сроком на два місяці, з можливостю внесення залога в 150 млн грн. Але бой на этом не проигран, заявили в САП. У них є ще два місяця, щоб собрать і передати в суд доказательства по делу Мартыненко. Елена Митясова, Максим Чеблин, подробності, телеканал «Интер». В делі Мартыненко НАБУ нарушають міжнародні права і стандарти прав чоловіка. Таке мнення висказав председатель правління Українського Хельсінського союза по правам чоловіка, директор Харківської правозащитної групи Евгений Захаров. По його мненію, це признак того, що правоохранительні органі продолжають совершати противозаконні действи. Захаров подчеркнув, що задержали Мартыненко без санкції судьи, а це нарушення Конституції і п'ятій статті Європейської конвенції. Також викликає удивлення залог в 300 млн грн. Столь крупна сумма, считає правозащитник, абсолютно противоречить всім нормам права. Да і оснований полагати, що екснардеп збежит, не було. Він добровольно здав мандат і приходив на все допроси. Скандальний суддя Чаос, любитель хранить долары в трьохлитровых банках, на свободі. Як сообщають СМІ, в Молдові істек срок його содержання під стражей. Він вже неделю, як на волі. Однак, це не значить, що Кишинєв відказав Києву в його екстрадиції. Чаоса відпустили, поскольку действие постановлення суда закончилось. В НАБУ і САП, які ведуть дело судьи, інформацію нам не подтвердили і не опровергли. Попросили подождати до понедельника. Напомню, в августе Чаос погорел на взятки в 150 тисяч доларів. Получені зелені он законсервував в банку. Пока парламент был на каникулах і не мог лишити суддю імунітет, Чаос успел скрыться. Позже объявився в Молдові. Сам здався местной поліції і вскоре попросив політического убежища. Не успел улететь. Накануне в Борисполі одесские правоохранители задержали участника так называемой преступной схемы беглого олигарха Сергея Курченко. Задержанный один из бывших замов гендиректора одесского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Веремеев. Об этом на своей странице в фейсбуке написал генпрокурор Юрий Луценко. Он назвал это серьезным шагом в деле беглеця-олигархам. По данным следствия, именно Веремеев помог Курченко уклониться от налогов за сбыт около 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Госбюджет в результате недополучил свыше 2 миллиардов гривен. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Суд в Одессе сегодня избрал ему меру пресечения. Арест. Впрочем, подозреваемый может выйти под залог в 15 миллионов гривен. Напомню, вчера СБУ задержало ключевого фигуранта еще одного дела Курченко о хищении 800 миллионов гривен Нацбанка. Сам молодой олигарх и организатор схем Курченко три года в розыске. Во время революции достоинства бежал в Россию. В начале года Печерский суд заочно избрал ему меру пресечения арест. И еще одна одесская история. На взятках пойманы чиновники обл. администрации и госпродпотребслужбы. Они, как сообщили у нас полиции, получили почти 85 тысяч гривен от директора сети автозаправочных станций. Деньги вымогали в обмен на выдачу разрешений на работу 9 АЗС. Бизнесмен пошел в полицию. Коррупционеров задержали с поличным во время передачи денег. Суммы распределили в зависимости от должности. 70 тысяч гривен начальнику отдела департамента экологии Одесской обл. администрации. 8 тысяч руководителю подразделения госпродпотребслужбы. А вот инженеру причиталось всего 5. Факт неправомерной выгоды задокументирован. Сейчас ему дается правовая квалификация. Ведутся следственные действия. Это позиция руководства области, позиция руководителя главки всех силовых ведомств в Одессе, чтобы активно включиться и вычищать взяточники. Попался на взятки, но уже во Львовской области, следователь нацполиции. Сотрудники СБУ задержали его во время получения денег. Это 54 тысячи гривен. Их следователь требовал у местного жителя, который промышлял кражами. В обмен обещал максимально сократить срок наказания. Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В похищении обвиняет четырех черкасских патрульных местный житель, участник АТО. Его якобы вывезли за город, избили и ограбили. Мужчина написал заявление в прокуратуру. Полицейских отстранили от службы. Они ждут окончания расследования и суда. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Вот только видео с нагрудных камер полицейских заставляет усомниться в правдивости заявлений потерпевшего. Все расскажет Станислав Кухарчук. До 7 месяцев сегодня. Сегодня? Да, я как раз. А, летаю. Что ты делаешь? Сегодня патрульный Евгений дома с семьей, хотя по графику должен был дежурить. Несколько дней назад его и троих коллег суд отстранил от службы. Прокуратура обвиняет их сразу по пяти статьям, среди которых разбой и похищение человека. История тянется еще с середины января, когда экипажу Евгения пришлось иметь дело с подвыпившим дебоширом. Патруль задержал мужчину за хулиганское поведение в общественном месте. Пыла у того не убавилось, он и в наручниках всячески угрожал правоохранителям. И пытался избить. Меня волтует. Кто вас? Снять наручники. Кто вас волтует? Снять наручники, блядь. Кто вас волтует? Снять наручники, блядь. Боже, ты что? Сб***ь, сядь. Пошел м***ю отсюда. На задержанного в отделении составили два протокола. После этого патрульные хотели отвезти мужчину домой. Мы сейчас вам снимем наручники и отпустим вас до дома. Просто тут написано, сколько времени вы пришли до дома и все. Не буду я подписывать. Нормальный телеканал вызовите. Российский канал. Это самое. Я хочу говорить на российские каналы. Успокоившись, рассказывает Евгений, мужчина попросил отвезти в одно из заведений за городом. Там с ним и попрощались. Приехал туда, он говорит, отвезет меня до села, отвезет меня туда, отвезет меня сюда. Спустя сутки задержанный написал заявление в прокуратуру. Мол, его избили, обобрали четверо патрульных. А где вы служили? Я через военкомат был бухгалтером в 124-м черкасском батальоне мотопехотном. Как оказалось, пострадавший от полицейского беспредела и любитель российских каналов Юрий Яковлев еще и участник АТО. Удостоверение у него всегда с собой. Картина, которую описывает Юрий, отличается от рассказа патрульных. Я требовал, чтобы они меня отпустили домой. Они этим просьбом не вняли. Они меня затащили в лес и сбили. Забрали у меня мобильный телефон, деньги и бросили в лесу. Адвокат потерпевшего Михаил Бурджарак сам еще недавно работал в правоохранительных органах. До весны 2014-го был замом прокурора города. У Юрия Яковлева зафиксированы легкие телесные повреждения, говорят в прокуратуре. А вот якобы украденный телефон нашелся. А кто из нашелся? Там, где его отвезли працівники полиции. Так, выходит, что працівники полиции его не брали? Понимаете, судовое расследование тревает. Правда, подозрения в краже гаджета с патрульных так и не сняли. По всем инкриминируемым статьям полицейским грозит до 10 лет тюрьмы. Станислав Кухачук, Баил Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Очередной улов солнечного камня в Ревненской области. Изъяли около 5 килограммов янтаря. Пакет с камнями обнаружили в автомобиле, которым управлял 25-летний житель села Вараш. Парень их даже не прятал. Ночью его автомобиль остановили полицейские в Ракетновском районе для проверки документов. Обнаружив ценный груз, на место вызвали оперативников. Янтарь отправили на экспертизу, его изъяли вместе с автомобилем. Откуда у парня камни и куда он их перевозил, следователи еще выясняют. Открыто уголовное производство по статье «Хранение имущества, полученного преступным путем». Владельцу грозит до 3 лет тюрьмы. 18 противотанковых гранатометов сдал в полицию житель Запорожья. Как сообщили в областном главке, мужчина нашел оружие в лесополосе на окраине города. Набрел на тайник с арсеналом случайно, перевез его в свой гараж и сообщил о находке в полицию. Правоохранители изъяли гранатометы разных модификаций. Откуда это оружие, кто хозяин и для чего его могли использовать, устанавливают следователи. Арсенал боевиков нашли полицейские в Бахмутском районе Донецкой области. Там разоблачили и задержали двух местных жителей, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований ДНР. Во дворе одного из подозреваемых правоохранителей нашли тайник с оружием и боеприпасами. Они были зарыты в землю. В схроне обнаружили 8 огнеметов «Шмель» российского производства, 8 автоматов, магазины к ним, около 3500 патронов и военную амуницию. Весь арсенал изъят, задержанных уже допрашивают, против них могут открыть сразу несколько уголовных дел. Известно, что с 2014-го они действовали под руководством военной верхушки так называемой ДНР, промышляли грабежами, разбоем, похищали людей и отжимали машины. Ситуация на востоке Украины накаляется. Количество обстрелов со стороны боевиков выросло до полусотни за сутки. Два украинских солдата ранены. Особенно напряженная обстановка, сообщает в штабе АТО, на Донецком направлении. Во время вражеских минометных обстрелов снова были повреждены линии электропередач в районе Авдеевки. Продолжит Ирина Баглай. На рубежах под Вестиноватой, вокруг позиций украинских военных, уже привычный пейзаж, изувеченный осколками деревья. А солдаты собирают снова хвостовики от разорвавшихся мин боевиков. Восьмидесятка. И вот сто двадцатый. Совсем пару дней назад, после праздников, прилетело. Перемирие-перемирие, но войну никто не отменял. Относительно затишья на пасхальные праздники переросло в хаотичные вражеские обстрелы из крупного калибра. Причем стрельбу боевики ведут и днем. Вчера работала БМП-2 по населенному пункту. Взрыв на вольвоцентр. Был великий туман. Фактически они были не прицельны, они просто были в нашем направлении. То есть, опять же, логики их не было понимать. Тридцатый калибр. Это серьезно. Это МДЗ-подроны. Они разрываются, осколки разлетаются. Из бойницы на посту Андрея в Селеписке видны и окраины Донецка, и ближайшие окопы наемников. До них рукой подать. Левише еще одна. Окопы нормально нарыли. За перемирие, только перемирие, сразу начинают речь. Они открыто ходили на полный рост. Без бронников, без касок. Не раз украинские десантники замечали, как рить траншеи и окопы на передний край боевики отправляли и людей в гражданской одежде. Опасаясь, что это могут быть заложники, нашим бойцам давали строгий приказ не стрелять. Мы даже не знаем, если это место, в которых заставили, или это может быть, не дай Бог, полонение. То есть, так же, мы очень аккуратно к этому относимся, на рахунок витрата в огонь, потому что мы не знаем, кто это. Вопреки договоренностям, уже ближе к вечеру боевики снова открыли огонь. За прошедшую после праздников неделю количество обстрелов боевиков возросло в четыре раза. Ирина Баглая, Андрей Костюк и Виктор Еотко из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Боевые учения на границе с оккупированным Крымом провели украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ вместе с пограничниками отработали сценарий задержания диверсионной группы противника. Учения прошли на одном из контрольно-пропускных пунктов. В маневрах приняли участие более ста бойцов из Херсонского и Бердянского погранотрядов, а также оперативники СБУ. Главной задачей учений была отработка плана блокирования границы с полуостровом и задержания нарушителей. Отрабатывался и сценарий освобождения заложников. Италия поддержит решение ЕС продлить санкции против России. Об этом в интервью Вашингтон-Пост заявил итальянский премьер. По его словам, Италия не будет нарушать единство с ЕС. В этом вопросе хоть экономика страны также пострадала от санкций против Москвы. Предполагаемый заказчик терактов в петербургской подземке Алу Салах Аль-Узбек. Такую информацию распространили российские силовики. Деталей мало, сообщают, что он узбек по национальности и родом из города Ош. А по данным СМИ, Алу Салах воевал в Сирии в рядах ИГИЛ и якобы стал там полевым командиром. Пять человек по подозрению в терроризме задержали в Бельгии. Спецоперация не связана с недавним терактом в Париже, заверили в прокуратуре. Хотя еще вчера в один из полицейских участков страны пришел якобы сообщник Елисейского стрелка. Сегодня же появились новые подробности о самом исполнителе парижского теракта, который произошел накануне президентских выборов. Елена Зорина продолжит. Он не скрывал, что хочет напасть на полицейских. Покупал ножи, маски, камеру, хотел погибнуть, как герой, рассказывают соседи. Правоохранители официально подтвердили имя Елисейского стрелка. Это 39-летний Карим Шауфри. У него не раз были проблемы с законом. Четыре судимости в тюрьме провел 14 лет. В его доме в пригороде Парижа, как и в машине, нашли оружие. А вот связь с ИГИЛ подтвердить не удалось. В начале года он ездил в Алжир, якобы хотел жениться. Был в поле зрения полиции, телефон Шауфри прослушивали. Да и в доме это не первый обыск. Говорят о таком соседе люди неохотно. Я знал его постольку поскольку. Его семья с ним больше не живет. В этом доме был он, его Шурин, сестра и еще кто-то. Я не могу представить, что он это сделал. Это настоящий суицид. Это даже не нападение. Спокойствие это видимо то, о чем сейчас мечтают французы. Напряжение здесь, в Париже, ощущается даже в воздухе. Полицейские и военные не теряют бдительности. Произошедшее на Елисейских полях снова поставило на первое место политической повестки дня вопрос национальной безопасности. А в настроение французов добавило скептицизма. Люди не верят, что кто-либо из кандидатов сможет решить насущные проблемы страны. Вопрос не в том, можем мы закрыть наши границы или нет, а в том, что нужно говорить о происходящем здесь. Конечно, легко критиковать, но и решить проблему мигрантов тоже непросто. Я собираюсь голосовать за Макрона. Почему? В ноябре я думал, будущим президентом будет Фион. Но позже выяснилось, он бандит. Эти выборы уже называют историческими из-за довольно неожиданных лидеров гонки. Фаворитов четверо, двое противников ЕС и только один не пророссийски настроенный. Главная интрига будет один тур или все же два, и тогда кто пройдет? Однозначно, уверены социологи, это будет молодой центрист Эммануэль Макрон. Уже несколько месяцев его называют самым популярным политиком Франции. А вот кто станет соперником лидер ультраправых Марин Лепен, кандидат от республиканцев Франсуа Фион или лево-радикал Жан-Люк Меланшон, пока сказать сложно. И еще один сюрприз может преподнести явка. По прогнозам, в первом туре участки посетят не более 30% французов. А это может ударить по-любому из кандидатов. Люди не голосуют за того, кто придет в президенты. Таких крайне мало. Большинство голосует против. Так, к примеру, было с Франсуа Оландом, нынешним хозяином Елисейского дворца. Люди скорее голосовали против Саркази, нежели за Оланда. А как будет в этот раз, пока не ясно среди избирателей все еще почти треть неопределившихся. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Кёльне массовые демонстрации против евроскептиков. Около 50 тысяч немцев вышли на улицы, когда в городе начался съезд партии «Альтернатива для Германии». Она известна своими антиевропейскими взглядами. Люди пытались заблокировать политикам вход к отелю, где проходило собрание. Начались столкновения с полицией. Один правоохранитель ранен. Митингующего, которого подозревают в нападении, задержали. Только в центре Кёльна задействовали более 4 тысяч полицейских. «Альтернатива для Германии является для меня экстремистской партией. Заявления ее членов свидетельствуют, что они относятся не ко всем людям одинаково. Например, их призыв стрелять в мигрантов. Я не могу поддерживать такие заявления. И именно поэтому я здесь сегодня». Работа как шаг к интеграции беженцев. Немцы изучили, какие шансы имеют мигранты на трудоустройство в Германии. Что в итоге получилось, расскажет Татьяна Лагунова. Беженцы как вызов для рынка труда Германии. Пока новые жители страны интегрируются в общество, немецкие экономисты подсчитывают, сколько из них в перспективе смогут найти работу и самостоятельно себя обеспечивать. Прогнозы – вещь неблагодарная, но немцы любят просчитывать все на годы вперед. По заказу правительства Германии, Институт по изучению рынка труда в Нюрнберге провел масштабное исследование и оценил шансы беженцев получить достойное рабочее место. Результаты таковы. Через пять лет на работу в Германии сможет устроиться каждый второй беженец. И трудиться мигрантам чаще всего придется не по профессии, ввиду несвободного владения языком или отсутствия признанных в Германии дипломов и сертификатов об образовании. Иными словами, в сферах, где не нужны специальные знания. Например, грузчиками, уборщиками, разнорабочими настройках или сортировщиками почты. Все бы ничего, но проблема как раз в том, что неквалифицированных рабочих кадров в Германии как раз с избытком. Страна, наоборот, нуждается в притоке квалифицированных специалистов. А это значит, что армия безработных в Германии, похоже, будет расти. Трудоустройство беженцев – приоритет миграционной политики Германии. Не только потому, что работа – важный шаг к интеграции. Каждый безработный – это нагрузка на социальную систему страны, а соответственно и на бюджет, из которого эти социальные пособия выплачиваются. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». А Министерство внутренних дел Израиля сейчас разбирается с сотнями просьб о предоставлении статуса беженца от граждан Грузии и Украины. Каковы шансы у них получить заветный статус, расскажет Сергей Услендер. С сегодняшнего дня подать заявку на предоставление статуса беженца в отделениях израильского МВД практически невозможно. Ведомство прекратило прием подобных заявлений за огромного количества претендентов. Офисы министерства буквально завалены тысячами просьб и большая часть от граждан Украины и Грузии. Впрочем, в МВД полагают, что большая часть соискателей и не надеется получить, обрести вожделенный статус беженца. Это просто пока рассматриваются их дела, они надеются получить отсрочку от депортации и найти себе в Израиле работу хотя бы и нелегальную. От этого страдает туризм. Теперь пограничники депортируют большинство граждан обеих стран, прибывающих в аэропорт Бен-Гуриона, не разбираясь, кто из них турист, а кто потенциальный нелегал. Каждый день в Израиль прибывают несколько рейсов из Украины. Большинство пассажиров этих рейсов возвращаются обратно на территорию Украины. По причине того, что их подозревают в желании остаться в Израиле незаконно. Жить или работать, совершенно у всех разные причины. Но это факт. Сегодня государство Израиль не пропускает большое количество граждан Украины на территорию Израиля именно из-за этого опасения. Украинских нелегалов в Израиле сейчас по разным оценкам от 50 до 70 тысяч. Они трудятся на разных предприятиях, зарплату получают наличными и работают ровно до тех пор, пока их не поймает иммиграционная служба. Тогда нелегал какое-то время проводит в тюрьме, потом депортации и запрет на объезд минимум на 10 лет. Среди них немалые те, кто польстился на объявление о якобы совершенно законной работе в Израиле. Мошенники обещают им оформить все необходимые документы и разрешение на работу после приезда в Израиль. Но тут штука в том, что иностранец получить разрешение на работу, уже находясь на территории Израиля, не может. Это можно сделать только за границей. В страну человек приезжает уже с готовыми документами. Так что любые подобные объявления о предоставлении разрешения на работу уже на территории Израиля заведомо афера. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. В Одессе горит рынок Северный. Пожар начал салу около 6 часов вечера. Сейчас на месте работают спасатели. Огнем охвачены торговые павильоны на территории около 400 квадратных метров. Над рынком поднимается густой дым. Госслужбы по чрезвычайным ситуациям данных о погибших и пострадавших пока нет. Что спровоцировало пожар пока неизвестно. В данный момент с прилегающей к рынку территории эвакуируют автомобили. Почему в Великобритании сегодня решили вообще отказаться от использования угля и какое новое эффективное средство против рака испытали в Дании? Об этом в нашем обзоре. Без угля впервые за 135 лет Великобритания в честь Дня Земли провела сутки без электроэнергии, для производства которой использовался каменный уголь. Это первый шаг в программе поэтапного отказа от этого полезного ископаемого. Оставить позади эры угля британское правительство планирует до 2025-го. Его больше невыгодно использовать из-за высокого налога на выбросы вредных веществ. Уголь заменит возобновляемые и экологические чистые источники энергии, ветер и солнечный свет. Как бы выглядели и сколько зарабатывали самые известные в мире миллиардеры, будь они женщинами, продемонстрировал бразильский Форбс. С помощью компьютерной графики Марка Цукенберга, Билла Гейтса и Карлоса Слима превратили в Марсию, Билли и Карлу. А с помощью статистики разрыва в оплате труда мужчин и женщин подсчитали, что доходы магнатов упали бы в среднем на 20%. И мужчины оказались бы ниже в списке самых богатых людей. Таким образом, издание пытается привлечь внимание к проблеме гендерной дискриминации в оплате труда. Авиакомпания American Airlines временно отстранила от работы сотрудника, который ударил женщину с ребенком и угрожал пассажирам из-за коляски в салоне самолета. По словам очевидцев, Стюарт грубо отобрал коляску матери. Другие пассажиры вступились за пострадавших в итоге, чтобы загладить конфликт, и их перевели в первый класс. Видеоконфликта, снятая на мобильной, попала в сеть и вызвала бурю негодования интернет-пользователей. Стюарт в итоге поплатился работой. В Дании успешно испытали новый метод противораковой терапии. Выжили 8 из 10 подопытных мышей. Методика датчан может помочь онкобольным, для которых неэффективно стандартное лечение химиопрепаратами. Ученым удалось остановить рост опухолей мочевого пузыря, устойчивых к химиотерапии. Теперь врачи выясняют, можно ли с помощью нового лекарства замедлить развитие других видов рака. И рассматривают возможность проведения испытаний на людях. Легендарному актеру и режиссеру Джеку Николсону исполнилось 80 лет. Вечно лысеющий, с гнусавым произношением, гений сумасшествия, человек эпоха, живой символ кино. За свою кинокарьеру снялся более чем в 70 фильмах. Пролетая над гнездом кукушки, китайский квартал, сияние. Он был номинирован на Оскар 12 раз и получал эту награду трижды. Обладатель семи золотых глобусов. Вопреки почтенному возрасту, Николсон и сейчас берется за работу, правда, только если считает сценарий стоящим. Как празднует звезда юбилей и кто уже успел поздравить легенду, неизвестно. Николсон не пожелал поделиться с поклонниками подобной информации. В Нью-Йорке прошло знаменитое автошоу, одно из самых авторитетных в мире. На чем будут ездить через несколько лет и какие авто уже входят в тренд. Машины будущего видел Дмитрий Анопченко, он в Соединенных Штатах. Добро пожаловать в будущее, говорят тебе на каждом стенде. И это не реклама, ведь часть выставленных здесь машин появится на дорогах уже в этом году. А остальные разработки будут реализованы только через несколько лет, а то и позже. К примеру, возможность управлять центральным замком с мобильного телефона. Мол, ключи можно и дома забыть, а смартфон теперь всегда с нами. С него можно и машину завести, и заблокировать. Многие производители задумались о замене бензиновых двигателей. И все больше добавляют электромобили в свой модельный ряд. Toyota уверена, что будущее за небольшими машинками. Теми, которые еще миниатюрнее смарта. Такую модель парковать одно удовольствие. А мощности в ней чуть ли не как в здоровенном джипе. Это пока только концепт. Но японцы уверены, через 4-5 лет именно такими авто будут забиты улицы городов. Мол, машин будет столько, что хочешь не хочешь, пересядешь на что-то небольшое. Думаю, в ближайшие годы мы увидим все больше и больше экспериментов. Как раз с размером машин. Но пока что миниатюрность еще не тренд, просто идея. В Америке по-прежнему любят масштаб. И добрая половина представленных тут машин – огромные внедорожники. А вот эта машина явно для украинских дорог, когда ямы у нас такие, что колеса уже не справляются. Гусеницы как здесь нужны. Выглядит немного странно. И за рулем чувствуешь себя непривычно. Но проходимость действительно как у танка. Производители говорят, рассчитывали в первую очередь на интерес тех, кто живет в Штатах со сложными погодными условиями. Там, где снега или болото. Но атакуют их. В первую очередь посетители из постсоветских стран. Мол, как внедорожник на гусеницах на наших разбитых трассах себя поведет. Да он и по грязи проходит, и по размытой почве, и по песку. Часто шутят, мол, здесь только на танке и проехать. Но мы и сделали что-то похожее. И увидев ее на автотрассе, не стоит и пытаться убежать. Вот такие красавцы. В ближайшем будущем пополнят автопарк американских полицейских. Чтобы копов по-прежнему уважали, их машинам нужна не только прочность, но и дизайн, уверены разработчики. Ведь сейчас американские полицейские отошли от знакомых нам по фильмам седанов. И на чем только не ездят. Понятия о красоте в этом году остались прежними. Первое место за лучший дизайн получил все же кабриолет. А вот этот кабриолет признали самой стильной машиной 17-го года. В этом огромном помещении его искать-то особо не нужно. Виден издалека и действительно очень элегантный. Но если и говорить о веяниях времени, то мимо этого автомобиля просто не пройти. Звездные войны сейчас настолько популярны, что автопроизводители, вот посмотрите, решили дать возможность людям и в реальной жизни почувствовать себя героем знаменитой саги. Ведь фразу из фильма «I got a power» – у меня есть сила. Можно ведь и по-другому перевести. У меня есть мощность. По Нью-Йоркской выставке можно ходить часами за рулем любого автомобиля. Сколько бы ни стоил, тут разрешено посидеть. Если хочешь, можешь открыть капот или вовсе забраться под машину, чтобы осмотреть ходовую. И, казалось бы, где как не тут разобраться в тенденциях, к чему движется мир. Но выясняется, что все лидеры рынка понимают тенденции по-своему. Кто-то гонится за дизайном, кто-то за удобством, кто-то за техническими новинками. Автомобильный мир по-прежнему не определился. Чего ждать в будущем? И оставляет выбор нам с вами. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!